И снова всех приветствую на своем канале. У меня сегодня прям день видео. На самом деле, ну, вот так вот получилось. Я вдруг вспомнила, что последний день, да, предпоследний день. В общем, вот у меня кулечек пустых баночек. Некоторые из них еще, ну, там, предпустые. Но я решила, что их можно обозреть, потому что, может, осталось на один-два применения. В общем, у меня закончился мой любимый шампунь, когда там уже вода на донышке, там оставалось совсем чуть-чуть. Я думала, сейчас вот с воды туда капну, с пеница там и голову помоется. И нифига, вот там совсем чуть-чуть оставалось, вот буквально на стенках, там, может, несколько капелек. В общем, поэтому тут просто вода. Это у нас Глинмама, формула Тайди, шампунь от перхоти. Но, на самом деле, я его вижу не того, что он шампунь от перхоти. Фу-фу-тук-тук-тук, перхоти у меня немало уже очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень давно. Тут лесная вишня и репенник. Он для всех типов волос, тут 400 мл, и он очень-очень-очень вкусно пахнет. Покупала я его уже на Азоне. Я тогда два брала, один у меня в подарок ушел моей сестричке, одной из. Сделан он у нас был в мае 2016 года и до июня 2018 года. После вскрытия 4 месяца. Но, в принципе, вскрытие у него было давно и, как бы, ничего на него-то не повлияло. Как бы, что это у нас? Лечебно-оздоровительный курс. Он для жирных волос вполне себе подходит. Он мне очень нравится. Но, естественно, я его не первый раз уже юзаю. Я его уже давно юзаю. С 2011 года как бы с Глинмамой познакомилась. И, соответственно, вам тоже его советую. На сайте Глинмамы его тоже можно найти. Но, так как, когда сайт переехал на свой очередной новый сайт, Глинмама, в смысле, переехала как магазин на новый сайт, и там у меня потерялись, хотя я довольно давно уже постоянный клиент, мало того, что там у них сняли подарки, допустим, на день рождения, насколько я поняла, это приличное количество людей, старых клиентов. Там у меня списались непонятно куда бонусы, которые вообще были и должны были перейти вместе с новым сайтом, вместе со всеми аккаунтом и прочим на новый сайт. Ну и там как-то стало слегка геморно. Там только-только еще на предыдущем сайте открыла доставка на базу выдачи Озон. Туда же, где я, допустим, заказы Озон покупку принимаю. Я там забирала уже даже пару раз заказы еще с предыдущего сайта Глинмамовский, именно на базе Озон. И вдруг она исчезла. Мало того, что доставка стала какая-то сверху дорогущая, вообще неоправданная совершенно. Даже, допустим, почты России с Углича хрен знает куда посылать на другую часть России, то дешевле выйдет, чем вот это от Егоревска, от Москвы до Углича, да. Плюс еще у них необоснованно завышенные цены стали, и некоторые продукты у них исчезли с сайта уже давно считается как сняты, что они не выпускают и тому подобное. Но, допустим, на Озоне их вполне можно найти, пусть даже в минимальном формате, но если сложить этот минимальный формат до полноценного, вот были у меня такие гели, один я Аленке подарила, один я Заюзова, на последний, наверное, или предпоследний, какой-то там у меня заказ был с Азона, вот как раз там были миньки геликов Глинмамовских, и, кстати, вот по 40 с чем-то, по-моему, рублей, вот они выходили, в принципе, по цене, примерно той же, за которую на Глинмаме они продавались год или два назад. Короче, тот же шампунь можно найти намного дешевле на том же Азоне. Ну и что, кстати, на Азоне теперь еще и фрошир есть. В общем, вот такой вот шампунь, он мне очень-очень нравится, я вам его советую. Если у вас есть перхоти, я вам его советую, если у вас ее нет, и у вас любой тип волос, ну, если вы любите вишенку, он офигенно пахнет, даже до сих пор вот сейчас чуть-чуть. Наверное, это как пахнет лесная вишня с репейником вместе взятая. Ну и что у нас тут в составе? Тут, конечно, вот хоть Глинмама там до сих пор в контактах в своей группе позиционирует себя как натуральная косметика, вот у них новая серия вот этого Дениса Зарнин, там шампуни и тому подобное, там натуральности, ну, кот наплакал. Тут у нас вода, короче, это лауретсульфат натрия, какомида, чего-то там со звездочкой, то бишь растительного происхождения, потом ещё какая-то хренатень растительного происхождения, у чего-то очень длинное метилсульфат, потом экстракт корня лопуха растительного происхождения, видимо, ещё бывает нерастительного, не знаю, в чём прикол, потом календулы, экстракт дикой вишни, череды, аира, матемачхи, алантаин растительного происхождения, хлорид натрия, лимонная кислота, парфюмерная композиция, на кой хрен она тут вообще сдалась, это парфюмерная композиция, она сама по себе давно была приятно пахнет, так, потом ещё какая-то химия, и ещё какая-то химия, и всё. Я думаю, что, в принципе, более-менее нормальный такой состав, ГОСТ у нас 2012 года тут, в общем, вот такая хрень, ну, и наклеечка, что она не тестируется на животных, перерабатывается и тому подобное. Так, 260, по-моему, он сейчас стоит на Гринмаме, но этот-то мне вообще за копейки достался, у меня какие-то бонусы на рождение были на Азоне, и мне нечего-то там по 10 рублей, что ли, вышли до вашего хреньа. Реально, как нет, или на какой-то скидке. Так, хоть это не косметическое, но всё же, у меня закончились палки. Я тут что-то подсела в этот месяц на палки, вот, правда, тут несколько дней уже, ну, может, неделю, типа того не делаю, их не зажигаю, но тут одно время меня вот так дико тянуло в сон, что я себя ободрила уже нисколько эфирными маслами, сколько вдруг внезапно открыла за себя палки, которые у меня вообще-то в количестве зафига. Это у нас Сатя, С-А-Т-И-Г-А, натурал, чего-то там. По-моему, мне они достались в подарок от подписчицы Дили. Если путаю, поправьте меня в комментах, и, соответственно, гамент, пардон, извиняюсь, типа, я не помню, сколько тут их было, ну, аромопалки, аромопалки. Горели они, конечно, быстро. У меня ещё где-то была такая подставочка для аромопалок, в результате, я не знаю, где она у меня лежит, у меня ещё была коробочка с розовыми аромопалками, как раз мне вот эта деревянная подставочка под эти аромопалки, и я их тупо вставила в эти стаканчики такие, подсвечники и прошедшие. Давно-давно их ещё в подарок давали. В общем, хорошо у меня так ароматизировалось. Я даже как-то три палки так вот вставила ещё, в яблоко уже потом, и в мандаринчик сувала. Как раз, когда у меня видос какой-то там рисовальный, асмрный есть, вот там, не знаю, видно-не видно, но там на фоне было так как раз вот три палки горело. Я в тот день, по-моему, штук пять этих палок сожгла в комнате. Я не чувствовала вообще запаха, но когда вот из коридора шла вот в эту комнату, в которую сейчас снимаю, я понимала, что здесь жгли палки. Обычно они у меня стояли или на кухне, или в комнате. И если на кухне, то я сидела на кухне и так это ждала, пока оно догорит. И, соответственно, вдыхала это всё, и спать мне после этого не хотелось. Так, на самом деле оно ещё не закончилось, но я его усиленно, усердно пользую. Ну, это у меня от Алены, купленная в Японии, в посылке с Украины Нивея. Оно же Нибея. Я тут даже где-то это читала, как оно пишется, что Нибея. В общем, это у нас грейтфрутово, мятный бальзам для губ. Я его где-то уже показывала, он такой жёлтенький стит, но на самом деле он бесцветный, по вкусу на губах остаётся, как лимонно-мятный такой леденец, слегка пощипывает. Вообще оно грейтфрутовое, но кажется, будто лимонное. Тут 3,5 грамм. Я просто решила эту коробочку обозрить. Так, опять что-то у меня такое. А, это у меня, чтобы я не забыла про какую-то пенку. До неё, наверное, тоже зайду. Тут, на самом деле, у меня ещё не закончилось, но я решила его обозрить, потому что я его что-то тут открыла. Я думала, что он у меня был новый. Оказывается, я его периодически уже пару раз нараюзала, и сейчас усиленно так пользую. Ну, может, за сегодня-завтра уже, ну, в крайнем случае, там, до конца недели удела. Это у нас Эйван Прима. Восёл для тела, как раз вот к этим самым духам. Прима тут 150 миллилитров. Сделано оно у нас было с 6 ноября 2015 года, 16-17. Ну, в общем, до следующего года мне его надо уюзать хоть как. Ну, я его тут открыла, и он у меня очень хорошо. Я сейчас пользуюсь в основном натуральной лимиткой, в общем, лета 2014 года, лимитка натуральной фрошевской. И вот по запаху оно у меня как-то, возможно, они, конечно, вообще разные, как день и ночь. Но когда я после душа поюзаюсь этим, а потом пропрыскуюсь тем, у меня такое вообще, оно так друг с другом офигенно сочетается. Ну, и, в общем, оно мне понравилось. У меня тогда было, я помню, кому-то подарок дарила, потом, возможно, даже на первый свой конкурс посылала. У меня еще один остался, и, в общем, вот я его южаю. И внезапно он для меня раскрылся, именно так, как... О-о-о, офигенно, как пахнет. В общем, так. У меня тут накончился доктор Найл. Ваш яркий маникюр, жидкость для снятия лака. Кальция и масло зародышей пшеницы. Сделано в марте 2017 года, 200 мл. Хэндскэр. Покупала я его в нашем обычном черном коте. Вообще, он сейчас вроде называется Лабиринт. Там где-то в центре находится. Короче говоря, опасно беречь детей. Я не помню, он что-то рублей 50 с чем-то стоил. Такая конкретная маслянистая классная жидкость. Надолго очень хватило. Буквально у меня где-то в середине ноября закончилось. Пришлось покупать совершенно другую, но я купила уже ближе к местному магазину. Тут у нас ацетон, вода, глицерин, масло этой хренотени, еще какая-то штука. Наверное, этот кальций. В общем, пах он, конечно, сейчас вспомню. Пахнет он внезапно более приятно, чем обычная жидкость для снятия лака. И там еще что-то совсем какая-то капелюшечка осталась. Он очень хорошо ударял лаки. Даже те, которые термоядерные с краской впитывающиеся и в сам этот самый ноготь и в рядом лежащую кожу. Хотя я стараюсь лаки наносить все-таки поверх какого-нибудь покрытия. Ну, короче, очень классная экономичная жидкость. Я, правда, не видела больше нигде. Но если увижу, то куплю обязательно, потому что хватило практически ну, меньше, чем, конечно, на год. Но я ее где-то в марте, наверное, ну, может, в апреле и покупала. Ну, допустим, в апреле, апреле, мае, июнь, июль, агуст, сентябрь, октябрь, ноябрь. Практически на 8 месяцев мне ее хватило. Может, это бюджетно. Правда, лаком-то я не особо часто пользуюсь. Может, потому и на долго и хватило. Так, это вот от этого. Вот так оно. Нет, вот так. Вот так оно было. Вот здесь у меня на самом деле еще есть. И мне его хватило в марте он пришел, да, где-то? Апрель, мае, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В общем, мне его хватило ровно на 8 месяцев еще с хвостиком, потому что тут еще немножко остается. Это у нас вообще моя соседка по магазину из Кадо, где буквально на днях в прошлом раскресении я работала, туда приходила женщина и купила сразу два. Там как раз только два и привезли. Именно вот этот вот гель Алоэ Вера 95% кстати, стоит оно там 195 у нас в этом году. И мне вот хозяйка магазина как раз она меня поправила правильно якобы говорить саландри. Ну, мне не знаю, на какой манере приятнее было говорить саландри. В общем, вот это вот саландри у меня заканчивается. Тут совсем-совсем чуть-чуть осталось этого геля. Приходил он мне на обзор от компании и в общем я в целом очень довольна. Я его пользовала как лицо увлажняющее вместо крема, особенно летом, когда вот жарко и местами надо, но на крем выходит или какая-нибудь аллергия или даже самый легкий крем кажется тяжелым. Хотя у нас это было такое специфическое. Я его использовала после душа как увлажнялку. Я его использовала после укусов комаров. Или если у меня была какая-нибудь аллергия вот на какой-нибудь там Е случайно слопанная где-то. В общем, тут вот осталось совсем чуть-чуть. Оно очень экономичное, оно очень классное. Я в полном восторге. Оно мне очень понравилось. Вам я его советую. Покупать я его пока не буду, потому что мне добрый самаритянин подарил от Холи тихоненький кажется, если я правильно произнесла такое вот алоэ в виде листика. Если что, я потом его возможно где-нибудь обозрю. В общем, тут у нас было 200 мл. Я его решила обозрить, потому что оно все равно закончится. Может завтра, может послезавтра. А вдруг я все-таки перееду отсюда к концу этого года. А у меня там будет пустая банка валяться специально. В общем, у меня тут почти закончился. Тут на один раз еще осталось. Я, наверное, завтра его доделаю. Я просто хотела сначала завтра записать, а потом что-то в руку меня ткнуло сегодня это все сделать. В общем, пеничийся скраб для душа, питательный сок вишни, экстракт ягод оса и масло и брасильского ореха 97,4% натурельного состава, видимо, без СЛС, силиконов и парабенов. Кафе красоты там не досталось от Аленки в подарок. Мы как-то 200 мл после вскрытия 12 месяцев мы с ней как-то закупались в красной колени и там на какую-то сумму определенную и наобласть. Наберет то ей вот скидка. Вот как раз он вышел в эту саму скидку. Тут у нас еще сок вишни, экстракт ягод оса и брасильского ореха. Вообще офигенный запах, охренительный, вообще очень вкусный. Крышечка очень тугая. Я ее в ванной открывала с помощью полотенца, которым голову вытирают. Короче, если вот чисто на мокрую губку на мокрое тело нанести, то оно будет вот таким густым конкретным скрабом не пенищимся нифига. Вот если на эту губку еще капнуть немножко водички уже вот с этим скрабом нанесенным, то он офигенный будет. Он вот реально пенищийся скраб. Я не знаю, насколько он там стробирует или еще что, но не знаю, кожу он мне не сушит. В общем, он классное такое ощущение. Офигительное. И Аленке спасибо, и она все хотела, чтобы я это протестировала что-нибудь из этой вот фирмы. И то, что он с вишенкой офигительное, советую, короче говоря. Так, что у нас тут еще? У меня тут коробочка. Ну, я ее просто положила. Так-то я их еще юзаю. Если вам интересно мое мнение, загляните на видос что-то там мнение Лёли кажется меня, то бишь парфюм осень-весна, хотела сказать. Зима-осень 2017 парфюм. Что-то такое. Это у нас маленькое черное платье. от Герлен, от подписчицы Алены, которая с Украины, которая ездила в Японию. И у нее там еще куча всяких видео. У меня вообще на страничке, там вот где чистого страничка канала, там всякие эти видео, да, там по-моему справа по борту вот эти интересные каналы, рекомендую канал, что-то там вроде ее канал как раз там один из четырех. Так-с, это тоже от нее. Я просто коробочку поставила. Я пару раз пока пользовала, потому что у меня что-то и маски, еще чего-то там. И если я пользую, допустим, после шампуня маску, то мне уже как-то кажется перебором туда еще и масло капает. Прикольно вот так, ну, неожиданно. Первый раз, конечно, я чуть больше выдавила. Она мне писала на e-mail, что надо там всего лишь одну дозу. И что-то у меня эта доза выдавила. Сначала я не могла до шурупа, как его выдавить. Оказалось, надо покрутить. Ну, потом я все-таки его выдавила. И что-то мне глюкнуло, что как-то мало у меня выдавила. И думаю, я еще выдавила. И было слегка много, но волосы нормально себя чувствовали. Но потом я уже реально вот только одну дозу выдавливала. Я думаю, ну, охренительно, какое экономично. Тут хоть 100 мл, но там реально малюсенькая совсем доза на всю эту шевелюру. Вот это у нас дав. Ойл. Масло, в смысле. Масло. А кто у нас тут масло-то? Масло Макадамии написано по белому золотым, а мы, блин, даже не смотрим туда с африканским маслом Макадамии. В общем, я до этого ни разу не пользовалась маслами для волос. Я у варенки часто слышала, что на кончике волос для меня это было как-то дико. Вот вся вот эта голова, кончики волос ты увлажняешь. Нахрена. А тут вот прикольная вообще вещь. Тут по-русски нихрена, по-моему. Ну, я думаю, кто таким пользуется, знаете, что это такое. Это я такая вот темная деревенщина, скажем так. Так, что это у меня вообще? А, это ну, у меня еще на самом деле не закончилось. Там где-то еще половина. Это тоже от Алены. Это карпатский мыло овсяное. Такое, мне кажется, мыло-скраб. Я им умывалась. Я им руки в основном мою. Я им даже тушку мыла несколько раз. Прикольное мыло. Кожу не сушит. Классное. Ну, я состав уже читала. Если кому интересно, то есть там у меня где-то обзор украинская посылка из Японии или что-то в этом роде. Тут 90 грамм. Так. Такая бумажечка. Тут у меня, по-моему, половина коробочек, которые просто коробочки еще не даю. вот это у меня закончилась от Лёльки из Тюмени. Есть там где-то обзор по ссылке Лёльки от Лёльки что-то в этом роде. Тут 50 грамм краснодарский букет черный чай байховый. Слушайте, такой классный чай. В общем, я что-то как-то, ну, не обращала особо внимания. У нас тоже продается всякий этот краснодарский чай. Ну, вот такую я ни разу не видела. Но я с удовольствием его выпила. Он очень мне понравился. Я вообще люблю я вообще люблю черный чай. Но что-то в последнее время меня конкретно так тянет на черный чай. Тут черный чай байховый крупно-листовой высшего сорта без ГМО. Самое интересное, что есть вот конкретно крупно-листовой такой вообще ни о чем этот чай. А есть такой ближе к среднелистовому. Вот этот ближе к среднелистовому. Вообще, я люблю черный среднелистовой чай. И вот этот больше был похож на черный среднелистовой чай. В общем, очень классный чай. Спасибо большое. Так, у меня тут закончилось какое-то эфирное масло. Сейчас мы узнаем, что это за масло. А, это вот масло лайма с 10 мл, 100% натуральное эфирное масло. То ли мне его Юлька присылала, то ли я его сама покупала, уж не помню. Я уже не помню, что я с ним особо делала, но в последнее время я его фигачила в армаламку. Масло как масло. Но мне казалось, что масло лайма пахнет каким-нибудь цитрусом, а оно пахло ближе к чайному дереву. Так, у меня тут закончился пробник. Вообще, у меня еще один есть. Один мне отдавали в подарок, один мне пришел в посылки от Ифраше подарочной, от подписчицы Ирины. Короче, тут у нас вот уи а-ля мур. Да, а-ля мур или что-то в этом роде. Надо в этот словарь хотя бы или в тетрадочку французского заглянуть. Вот сейчас я вот нюхаю, но как-то приятно помнит. Я помню, я его прыскала на себя, тестила в магазине вместо с Аленкой. А вообще его не поняла. Мне тогда ноты спиртов в нос дали. А тут я ее на коже не ощущала. Я ее так как... Вот есть, наверное, такие духи, когда их на себя сколько не нанесешь, ну вообще не чуешь. Наверное, из этой серии, возможно, я бы даже их приобрела. Короче, они как-то внезапно в пробнике, они мне понравились. Не сказать, что там, даже не могу передать, вот чем конкретно пахнет. Не сказать, что какое-то яркое, не сказать, что какое-то тусклое. Но вот какой-то такой, вот будто твой конкретный аромат такой. Иногда я не ум... чаще всего я не умею ни хрена объяснять, чтобы меня люди поняли. Наверное, надо просто подсчитать, вот какие ноты предоставлены на сайте этой воды. О, да парфюм, парфюмерная вода. Ну и, наверное, будет понятно, что это. Ну, в общем, очень приятный такой нежный аромат. Трукс. Еще у меня тут что-то закончилось. Атмирола, мятное масло, эфирное масло, наружное 25 мл. Видимо, внутреннее еще есть. Ну, я его в основном пользовала, когда болит голова, вот здесь вот, височки потереть, да. Всякие свои мыльные эксперименты добавляла и капала в последнее время уже в ровную лампу. Время у меня еще там есть. В общем, у меня закончилось. Это вообще маска на одно применение. По крайней мере, на длину моих волос. Это вот как раз вот из той посылки подарочной от Ирины, подписчица от Ифраше. Заказ на дом, Лёля, оплаченный подписчиком. Это у нас растительный уход для волос. Экспресс-маска для восстановления зужеба и колитет 30 мл. Ну, типа для сухих, поврежденных или вьющихся волос. У меня, конечно, они сухие, уже не поврежденные и не особо вьющиеся. В общем, я ее пользовала. После открытия 12 месяцев. Она очень такая, она белая такая, кремово-густая. Такой, знаете, бывает такой какой-нибудь крем вкусный. Какой-нибудь там взбитые сливки или еще что-то такое. Или яичный какой-нибудь, белочный такой. Белковый крем. В общем, по консистенции она похожа вот на такой конкретно густой крем. Маска-крем, можно сказать. Не, я ее не пробовала. Но вот я сейчас вспомнила, как она выглядела. И мне тогда еще хотелось бы чего-нибудь такого вкусненького десертика какого-нибудь слопать. Сделана во Франции она. И вот, что хочу сказать. Если вы утром куда-то рано подрываетесь, нифига не спите и вдруг проснулись среди ночи, помыли голову вместе с ней, то лучше не спать потом. Лучше подождать, пока волосы высохнут. Потому что сначала, да, конечно, волосы были мягкие, хорошие, пушистые. Но когда я потом проснулась, хоть я и спала на полотенце, они у меня были как-то слишком прирезанные. И мне пришлось мыть снова голову. Но я все-таки думаю, что это не для жирных волос. Наверное, маска больше. Но хотя, да, вот она экспресс. Вот я когда ее смывала, там ощущение было, что у меня там прям такие охренительные волосы. В общем, скажу, что она классная. Только все-таки не для жирных. Так, тут у меня где-то была бумажка. Как раз вот этой вот... Вот вообще не пойми чего. Айфлэйм, значит, любовь натуры, любовь любви. В общем, это что у нас? Чайное дерево. Что это вообще? Очищающий гель для лица с маслом чайного дерева. Это мне, по-моему, от Насти Лукьяновой пришло. Ну, менялись мы там когда-то подарками. Я тут даже зачитаю. Да, это вот кусочек бумажки от Ифрашевского какого-то бланка. Письма. Я ее пользовала основном как... Не пенку для умывания. Нет. Как жидкое мыло. Сейчас скажу почему. В общем, как пенка для умывания. Долго смывается. Вот сколько не наносишь, чуть-чуть нанесешь. Смывается долго. До хрена нанесешь, смывается долго. Так. Есть ли там какой-нибудь бальзам, ну, долго играющая помада или блеск для пупу. Или просто какая-нибудь единичка, или просто какой-нибудь бальзам, который обычным даже мылом смывается на ура. Это вообще нифига не удаляет. Не смывает ничего, написано. Блески, в скобочках, помады. Да, и вот, кстати, очень сушит кожу. Пенка Reflame. В общем, как гель для рук. Как жидкое мыло для рук, скажем так. Оно нормально, оно кожу не сушило. Но вот как умывать лицо с комбинированной кожей, это какой-то адовый. Ма-разум, ма-азовый, ну, в общем, адовый, скажем так. Чтобы уж не материться, да. Мало того, что ничего не смывает, как я сказала, она, соответственно, никаких загрязнений не удаляет. Вот умылся, что было, что осталось. Но, помимо прочего, она еще и кожу очень сильно сушит. В общем, спасибо за возможность попробовать, но не надо. Ну, благо, у меня терпенки для умывания есть. Аж две штуки. В обе и пуске. За что спасибо добрым верующим великую Лёльку. Вот так вот у меня что-то закончилось. Это у нас, вообще у меня еще есть такая невскрытая. Это пиона, гранат, пена, дайван от Эйвен 500 миллилитров. И что у нас тут? Ну, обычная пена, дайван. Сейчас я зевну. Ха-ха, я не предупредила, что я зевну. Офигенно вкусно пахнет. Не знаю насчет граната. Не знаю насчет пиона. Может, конечно, они вместе так пахнут. Ну, очень офигенно, вкусно пахнет. И она, как пена дайвана, она очень экономичная. Можно вот такую полосочку. Тут два с половиной флакончика. Можно один флакончик, можно два флакончика. Можно дофига вылить. Короче, пены, очень много пены. Очень устойчивая эта пена. Очень классная. Она мне так настолько нравилась, эта пена. Я тогда еще просто флакончила флакончик. Это еще когда я Эйвеном занималась. И еще когда с Женей общалась. Ну и, короче говоря, я очень хотела ее попользовать как гель для душа. Как гель для душа, она шикарная. Она не сушит кожу там совсем чуть-чуть. Она настолько охрененно дает пену. Ну и я ее юзала как крем для, это, жидкое мыло для рук. В общем, ну, когда вот есть какая-то вещь, которая очень нравится. Ее хочется на себя выливать вообще. И не только помыться в ванной, так вот полежать, покайфовать. Но еще душ принять с этой же штукой и еще ручки помыть. У меня даже еще в жидком, в флакончике от жидкого мыла совсем чуть-чуть ее осталось. Я так на кухне ее даю заво. В общем, очень классная штука. Ну, мне вообще нравится вот в такой упаковке. Ну и больше, в основном, пены для ванны от Эйвана, они вообще шикарные. Ну, конечно, там, возможно, химия, химия, химия. Но, с другой стороны, пена для ванны, что там, она должна пениться. Пениться и вкусно пахнуть, да. Ну и, в общем, я советую вам, конечно. Вот такие у меня были тут пустые баночки. В общем, всем спасибо за просмотр. Ну и до новых встреч. Сейчас я буду записывать еще один видос. Пока!